ребят всем привет сегодняшнее видео будет про обитателей африки острова манагаскара неразвучников африканские попугаи породы неразвучники поговорим сегодня о содержании и о разведении ну и так обо всем понемножку вообще порода попугаев неразвучников называется неразвучниками потому что не потому что они по одиночке не живут якобы думают есть такое мнение что по одиночке не живут умирают от одиночества нет живут они прекрасно по одиночке и стайками и как угодно живут главное почему назвали неразвучниками потому что они по возможности тулятся друг другу вот у них есть как два магнитика на жердочке будут сидеть рядышком друг с другом вот в этом вся их особенность поведения потому их так и назвали что они неразвучники сегодня я подготовил новый вольер сейчас я вам покажу вольер новый и потом выпустим туда неразвучку и посмотрим как она будет адаптироваться в дальнейшем повесим строительный материал для гнезд и в дальнейшем также установим гнезда и будем все это дело наблюдать когда будет первое яйцо когда будет первый птенец кормление, содержание, питание в общем обо всем по порядку я их сейчас специально поймал в такую клеточку привет всем поближе в клеточку такую посадил специально думаю чтоб вам показать а еще чуть не забыл сказать эта порода расцветка называется пестрый розовощекий и пестрый наверное вот так будет корректно сказать потому что вот многие наверное знают вот тут есть один зеленый розовощекий неразвучник вот он вот это зеленый розовощекий еще бывают чисто желтые их еще бананами называют а здесь получается видите пестрые это результат результат неоднократного скрещивания желтых и зеленых и у них в потомстве не прям поголовно а иногда бывает проскакивают появляются такие пестрые и вот я отобрал себе самых пестрых они перелиняли по возрасту сейчас им уже второй год они перелиняли набрали цвет ну и будем паровать разводить посмотрим какие будут у них каким цветом будет потомство сейчас я вам отдельно покажу помещение и потом выпустим все это дело идемте смотреть вот такое вот небольшое помещение размеры помещения где-то в общем буквально от помещения 2 на 2 высота 2 ширина 2 глубина помещения этого сантиметров 80 наверное видите я тут все тут установлена у меня вверху вентиляция здесь я пришил пластик ну посмотрим будет держаться будет если пластик перегрызут тогда попробуем металлом обшить дело в том что вот там где стык сетки и потолка потолок гипсокартоновый попугаи грызли я закрыл это все дело видите там плотным пластиком закрыл вот там а здесь карбонатом ну не знаю выдержит карбонат не выдержит в общем буду наблюдать если что то немножко поменяю ну тут жердочки видите жердочки слева жердочки справа чтобы у птицы был пролет ну и плюс внизу будет установлена кормушка здесь подвесная паилка решил подвесить потому что здесь есть такая возможность и вода будет чистая дольше сохраняться в идеале еще можно обработать вот эти деревянные углы деревянные углы железом там уголком чтобы неразлучник не грыз но я буду наблюдать буду давать часто ветки зеленые сочные вкусные я думаю неразлучнику этого будет достаточно по питанию неразлучник очень хорошо поедает ветки съедает маленькие стволы листики очень любит я заметил вот эту вот ножку вот на которой держится лист но сейчас лист свежий он может лист кушать а вот уже летом ближе к осени неразлучники охотно поедают вот эту вот палочку на которой лист держится я им здесь заранее установил сегодня яблоню буду стараться каждый день давать разный сорт дерева или там по два сворта допустим яблоню вишню черешню березу липу все это вперемешку так значит кормушка на полу поилка подвесная и вот такую вот придумал тоже подвесную как бы ванночка она глубокая сантиметров 6 наверное туда насыпал мелкой ракушке это как минеральная будет подкормка там значит мелкая ракушка толченый уголь немножко глины можно насыпать можно делать такие куличи котлеты и грызут тоже хорошо в общем это уже сейчас так сделал потом по другому сделаю по поводу кормления по поводу кормления значит обычный рацион у неразвучника это овес семечки просто это как у него классика так же вот тут у меня но это если в сухом виде у меня допустим рацион на сегодняшний день это семечки овес проса пшеница кукуруза сорга кукуруза мало вон одна осталась даже нет ну тут есть ну короче кукурузы мало потому что от нее жарить можно овес значит так повторюсь семечки овес пшеница сорга рапс проса канареечное семя ну такое меню из зерна все это мокрое размоченное потому что сейчас начинается у нас период размножения зерно будет размоченное если сухое зерно можно давать овес семечки проса овес семечками в равных пропорциях проса немножко меньше тоже это хорошее будет меню вообще рецептов меню очень много каждый кулик как говорится хвалит свое болото я просто вам объяснил как как у меня чем у меня питаются а там смотрите можете дорабатывать можете что-то убрать что-то добавить в общем тут на ваше усмотрение так вроде все я вам тут показал да вольер показал поилка минералка кормушка все а тут двери кстати двух двухуровневые видите вот это я допустим сейчас закрою сразу эта дверь закрывается сразу такой шпингалет все эту дверь мы закрыли а этой допустим нижней дверью будем пользоваться ни разлучник не выскочит общая высота дверей получается метр восемьдесят мне достаточно я разделил на две части видите верхняя часть закрыта нижней открываю допустим кормушку достаю вот так здесь кормушечку достал корм освежил поилочку кстати чуть высоко повесил потом пониже перевешу чтобы мне было удобно доставать также можно уборку делать небольшую так венчиком раз лишнее когда уже будет много можно будет удобно в принципе неразлучник уходит вверх и он не выскакивает никто не улетает и так сейчас будем выпускать неразлучку посмотрим как это все пойдет и так вот наши красавчики обратите внимание я вот даже на время съемки клеточку проволокой для подстраховки завязал потому что эта птичка довольно таки шустрая и вот такие замочки поднимает на ура и пошел летать имейте ввиду что если какие-то будут у вас перевозки переезды с неразлучником дверку обязательно лучше проконтролируйте завяжите проволокой береженого бог бережет много раз было такое что у нас ехали мы на выставку ехали мы с выставки неразлучники розелы бывало такое что вот такие шпингалеты поднимали и открывали и когда мы приезжаем допустим на выставку или с выставки домой открываем багажник а попугаи полетели то есть вот я это уже не раз видел поэтому вам советую завязывать пригодится и так устанавливаем клетку хочу сейчас просто открыть и вам показать как они полетят сейчас понаблюдаем вот видите один выпрыгнул и смотрит куда попал а остальные здесь сейчас он их пригласит нет боятся но придется немножко им помочь ну давайте давайте выходим место новое красиво пошел 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 оп видите как они разделились одна группа сразу вылетела а эти еще боятся Еще двое осталось Ну давайте, давайте, ребят Выходите, тут вам все приготовил Яблоня вкусная, не бойтесь Еще один остался Обычно говорят, когда, вот, все Один, когда остается, долго вылазит Все, значит Сейчас я уберу эту клеточку Ну как они там Смотрите, как красиво получается Смотрятся в листре Я вот, когда эти ветки раскладывал Яблони, вспомнил про этот зеленый цвет Зеленый цвет, он По природе, как считается Антистрессовый И вот, допустим, если у вас помещение Такое выбеленное, белые стены Как в психушке Там белые стены И вот, чтобы птица с ума не сошла По возможности, веточки зеленые Пускай присутствуют каждый раз Мне так кажется, будет лучше Как бы антистресс Они хоть и сами по себе антистресс Зеленые такие красивые Но вот с листвой, мне кажется Смотрится вообще классно Ну, в общем, друзья Начинается у нас такая Программа, или как сказать, да? Будем разводить неразвучников пестрых Развощоких пестрых Здесь у меня получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Четыре самца и четыре самки То есть, четыре пары здесь Я думаю, дней пять посидят Адаптируются Затем, через пять дней Повесим домики Четыре, пять Можно повесить пять домиков Можно повесить шесть домиков Ну, обязательно надо вешать Чтобы один домик был в запасе Сделайте два домика в запасе Это даже будет лучше Но обязательно сделайте запас Вот В дальнейшем сниму видео Какие будут домики И какой материал будем использовать Для строительства гнезда Дело в том, что у неразвучников Немножко не так Немножко не так, как у волнистых Допустим, или у канареек Канарейки там строят из перушек, из соломы Волнистые никак не строят Волнистым сразу сыпем опилки А неразвучники строят Строят в скворечниках Еще такие гнезда плетут Из щепки, из дерева Ну, в общем, из веток Нужна будет им Желательно, конечно, ивушку Ну, сейчас в наше время Уже придумали много разных материалов Но все равно лучше всего На сегодняшний день считается ива Там все тонкости в том, что ива Она влагу хорошо держит А у неразвучника При инкубировании, при высиживании Неразвучника яйца Яиц надо делать акцент на влажность Я почему даже в это помещение переехал У меня здесь по влажности Достаточно влажно Холодно, прохладно Но смотрите, чтобы не было холодно Потому что если будет холодно Птица может не разнестись Яйца застрянут Специально дотянул до мая Сейчас более-менее тепло Открою окна Будет прогреваться все это дело И птицы будут нестись Потом снесутся все Окна закрою Пусть в прохладном, теплом Ну, таком нормальном помещении Несут Высиживают яйца Главное, чтобы яйца не высохли Вот это у них особенности В этом трудность разведения В том, что яйца высыхают Вот сейчас у вас есть возможность Хорошенько всех рассмотреть Запомнить Вот видите Один зеленый стандартный Вот слева сидит А остальные все пестрые Ну, значит Видео можно будет назвать Разведение неразвучника под ключ То есть у нас тут Я вам сделал обзор Неразвучника показал Саму птицу Вольер показал Кормление Кормушки Поилки Минералка Что как висит И вот, чтобы Уже было все как положено Под ключ Вот, пожалуйста Дверка закрывается Вот на такую петельку И туда вставляется Вот все Это все Вот видите, как Крепко держится В принципе Все просто Значит По питанию Поскольку у нас Сейчас Считается Ну, условно Уже сейчас Можно назвать Что птица Готовится к разведению Уже здесь Непосредственно Она привыкает К месту Адаптируется То есть Побольше Ну, это как бы Рекомендация от меня А там Смотрите Еще много литературы Разной Там можете Что-то подчерпнуть Что-то у соседа спросить Что-то у знакомого Птицевода В общем Рекомендация от меня Побольше зелени Чтобы птица Меньше стрессовала Они тогда Быстрее адаптируются К местности Они не будут Допустим Драться За какой-нибудь Укромный угол Понимаете У неразвучника Есть такая фишка Он выбирает себе Укромный угол Если место будет тесное А стайка большая И им понравится Какой-то угол Куда вы повесите Скворечник Будет драться За этот угол То есть Делаете побольше Не просто Вот так Поставить Скворечники А к примеру Поставили скворечники И сверху положите Там иву Ну прям эти Ветки отломаете Иву положите Вот так день-два Они будут потихоньку Кушать эту иву Дербанить Строить гнезда И вот в таком вот В такой вот суете Они выберут себе домик И будут там Прекрасным образом Гнездиться А если вы К примеру Домики расставите Вот так поверху Раз, два, три, четыре, пять Шесть Вот допустим Там стали Иву бросили на пол Вот туда вниз Бросили иву Они здесь будут Брать иву Потом будут смотреть Туда вверх И говорить О блин Все как на ладони Надо прятаться И будут Инстинктивно По природе Строить себе домики В огромном месте Так что имейте ввиду Домики ставьте Сразу что-нибудь На них вешайте Вот Это значит Про домики Ну Попозже к этому придем Подробно еще Повторим Внимание Обратим на это Все Значит по кормлению Замочка Пророщенка И как можно больше веток И еще ветки Если есть возможность Чтобы были разнообразные Фруктовые Там береза Липа Все это Такого плана Береза Липа Ивушка Вишни Черешня Груши Сливы Лыча У кого что есть Обратите внимание Чтобы ветки Были не опрысканы Не возле дороги Ну и В принципе так Чтобы допустим Рядом не было Поля На котором Обрабатывают посевы И эта пыль Может садиться Допустим На ваши деревья Тоже Очень часто Такое бывает Птица потом болеет Вот Чтобы допустим Сосед рядом По межении Обрабатывал свой сад И на ваш сад Что-то прилетит Вот в этом плане Будьте внимательны Можете Ну не знаю Мыть Может быть не надо Можно просто Такие ветки Не давать Ищите Какие-то дикорастущие Деревья И вперед Кормите Все друзья До скорой встречи Продолжение следует Добрый час Как говорится Моей стайке Всем пока Всем удачи